Всем большой привет! Сегодня будем готовить такое популярное блюдо, как картофельные драники. Со сметанкой, муа, я их просто обожаю. И сейчас я вам дам самый простой рецепт драников. Они получаются такие золотистые, ароматные и очень вкусные. Для приготовления драников нам понадобится картофель 6-7 штук среднего размера, 1 луковица, 1 яйцо, мука, буквально 2 столовые ложки, черный молотый перец, соль и растительное масло для обжаривания наших оладушек. Я приготовлю 2 вида драников. В одном рецепте мы натрем картофель на крупной терке, в другом рецепте мы натрем на мелкой терке. И, собственно, попробуем оба вот этого варианта. И я протестирую, что вкусней. Первым делом нам нужно взять картошку и натереть ее на крупной терке. Кстати, что насчет картошки я вам скажу. Для драников желательно брать картошку, которая хорошо разваривается. То есть она такая крахмалистая. Она лучше всего подходит для драников. Все, берем картошку и натеряем на крупной терке. Еще один очень важный момент. Чтобы наша картошка не потемнела, советую вам после того, как вы немножко потерли картошку на крупной терке, потереть лук. Благодаря луку ваша картошка не потемнеет. Теперь лук. Все трем на крупной терке. Кстати, желательно сразу после того, как почистили картошку, сразу начинать натирать. То есть не кладем ее в воду, да, а сразу натираем на терке. После того, как мы с вами натерли картошку на крупной терке, добавляем яйцо и все вместе перемешиваем. Чтобы все равномерно распределилось. Наше яйцо, наша картошка и лук. Кто-то еще, кстати, добавляет зубчик чеснока. Можете тоже туда потереть на мелкой терочке. Если, кстати, картошка дала очень много сока, лишний сок слейте, потому что у всех картошка разная, соответственно, у меня вот сока вообще практически нету, вообще. Теперь давайте все вместе это посолим и добавим черный молотый перец. Теперь добавляем 2 столовые ложки муки. И еще раз все тщательно перемешиваем. Все, теперь осталось пожарить наши оладушки. Теперь на разогретую с растительным маслом сковороду столовой ложкой выкладываем наши драники и обжариваем до золотистой корочки с двух сторон. Вот так вот можете, кстати, еще и немножко подавить. Обжариваем на среднем огне. Вот такие вот они румяные и красивые у нас получаются. Готовые драники выкладываем на тарелку или предварительно можете, кстати, положить на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло. Переворачиваем. Переворачиваем. Ну что ж, теперь давайте приготовим по второму рецепту. Натрем картошку на мелкую терку. Я использую обычно вот такую вот среднюю. То есть не мелкую, прям самую-самую мелкую. Хотя можете и на нее, разницы нет. Или вообще на блендере все измельчить и все. Лук тоже на этой же мелкой. Все, картошку мы с вами натерли на средней терке или мелкой, да. Теперь все то же самое, как и в прошлом рецепте. То есть добавляем яйцо. И опять же повторюсь, если у вас картошка очень много сока дала, да, то лишнее мы с вами должны слить. Так, теперь солим, перчим. И все перемешиваем. У меня жидкости много в картошке не было, поэтому я, в принципе, ничего сливать и не буду. Вы можете сделать это с помощью сито. Все, теперь добавляем 2 столовые ложки муки. И еще раз все хорошенечко перемешиваем. Здесь то же самое. На раскаленную с маслом сковородку выкладываем наши драники. И немножко придавливаем. Вот такие вот они красивые, золотистые получаются. Если вы вдруг перевернули и оказалось, что драник еще не прожарился, да, можете просто перевернуть обратно, ничего страшного, и дожарить до вот такой вот золотистой, красивой, ременной корочки. Ну что же, давайте теперь попробуем те оладушки, которые мы с вами терли на мелкую терку. Какой приятный вкус. Они вот такие, знаете, прям вот нежные-нежные-нежные, очень ароматные, вкусные. Внутри они, кстати, припеклись. Это очень важно. Если они внутри будут полусырые, они не будут невкусные. У нас отлично прожарились, потому что мы с вами жарили на среднем огне, никуда не торопились, внутри они успели приготовиться. Теперь давайте попробуем те оладушки, которые мы с вами терли на крупную терку. Тоже очень интересный вкус. Вот эти, кстати, они потолще получаются, потому что там крупная терка у нас, да, и они такие прям внутри чувствуются, что картошка. В принципе, вот чем они отличаются. Так что, друзья, выбирайте рецепт тот, который понравился вам больше, что те и те вкусные. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита и всем пока!